МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Динамичный Фольксваген Поло, стильный Хюндай Солярис и яркий Киа Рио. Спрашивайте в автосалоне Казань. 556-77-77. Продолжаем на телеканале эфир хроника происшествий. Расследование уголовного дела по факту зверского убийства 23-летней жительницы Казани наконец-то завершено. Напомним, тело молодой девушки, работавшей продавцом в ночном магазине, обнаружили ночью 11 сентября на рабочем месте. На теле погибшей помимо ножевых ранений эксперты обнаружили многочисленные гематомы, а также следы от обуви. Кроме этого, из магазина исчезла вся выручка и кое-что из продуктов. Теперь подозреваемые в этом преступлении предстанут перед судом. Тело девушки обнаружили сотрудники одного из охранных предприятий. К их приезду она была уже мертва. Видимо, сил хватило только на то, чтобы вызвать подмогу. Картина преступления поражала своей жестокостью. Помимо ножевых ранений, синяков и кровоподтеков на лице девушки, отчетливо виднелись следы от обуви. Уже позже, когда парней, совершивших это убийство, удалось задержать, они с удивительным спокойствием поведали оперативникам, как убивали девушку. Находясь в помещении магазина, Глухарев отвлекал внимание девушки. В это время Сахарнов нанес ей несколько ударов кулаком по голове, чего-то упал на пол. После этого, избив ее ногами и нанеся несколько ударов ножом в шею, молодые люди достали из кассы магазина 6,5 тысяч рублей. Также взяли спиртное, сигареты и, кроме того, достали видеорегистратор, который предварительно отключили от электропитания. После этого они скрылись с места происшествия. После совершения преступления 24-летний Эдуард Сахарнов и 22-летний Сергей Глухарев отправились в родной город Чистополь, где впоследствии и были задержаны. Вину они признали частично. Кроме того, судом по ходатайству следователей в отношении них было избрано мероприятие в виде заключения под стражу. В настоящее время собрана достаточно доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным пенительным заключением направлено в Верховный суд Республики Тарстан для рассмотрения по существу. Кроме всего прочего, задержанные выдвинули требования, чтобы их дело в суде слушалось с участием присяжных заседателей. Родственники погибшей считают, что молодые люди рассчитывают на более мягкий приговор. Преступление парни совершили в сентябре прошлого года. В декабре убитая ими девушка должна была выйти замуж. Около трех ночи на улице Пушкина внимание экипажа полиции привлек автомобиль Киа. Со слов полицейских водитель ехал по тротуару, а после и вовсе вышел из машины, начал петь и танцевать. Причины такого нездорового веселья прояснились достаточно быстро. Водитель находился в сильной степени опьянения. После задержания молодой человек уснул в салоне собственного авто и разбудить его удалось лишь бригаде медиков. Поверить в то, что еще несколько минут назад молодой человек сидел за рулем машины, было непросто. К приезду медиков парень немного успокоился, но вел себя достаточно странно. Похоже, эту ночь парень провел в одном из ночных клубов. Что именно он употреблял, выясняют медики. К счастью, в таком состоянии он не успел навредить ни себе, ни окружающим. Следующие несколько часов этот парень приведет в стенах наркодиспансера. С правами на управление автомобилем молодой человек теперь может попрощаться, а если в его крови найдут следы наркотика, то ему может грозить и уголовное преследование. Невнимательность водителя другой Киа стала причиной аварии на улице Магистральной. Выезжая со второстепенной дороги, молодой человек пытался проскочить перед мчащейся машиной, но не успел. В итоге боковое столкновение с Митсубиси, после которого автомобиль виновника развернуло на проезжей части. К чести водителя Киа отрицать свою вину он не стал. По его словам, с рулем он уже 10 лет и в такую нелепую аварию попадает впервые. Молодой человек очень торопился домой к жене, поэтому решил ей позвонить, как оказалось, не вовремя. Тут частенько вообще катаетесь, ну да, по этому району? Да, у меня здесь знакомо живет. То есть, в принципе, дорожная ситуация, знаете, я так понимаю? Да. То есть, повлияло именно что? Ну, отвлек сюда по телефону и разговаривал. Несмотря на то, что удар получился довольно сильным, владелец Митсубиси утверждает, что скорость не превышал. Похоже, водитель внедорожника просто не заметил другую машину и поэтому практически не тормозил. Да, наверное, освещение. Освещение? А скорость машины повлиять не могла? В обеих иномарках сработали подушки безопасности. Это уберегло людей от травм. Впрочем, сами владельцы больше переживали за имущество, ведь полной страховки нет ни у кого. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Поздней ночью на разъезде восстания автомобиль ХНД на всем ходу врезался в калину. О скорости иномарки красноречиво говорили повреждения, которые получили обе машины. Молодой человек, которого удалось застать на месте происшествия, утверждает, что за рулем ХНД была его супруга и авария произошла вследствие ее неопытности. Сам мужчина, как, впрочем, и его друг, были изрядно навеселе. По их словам, они пришли сюда уже после аварии. Насколько все это достоверно, нашей съемочной группе выяснить не удалось. Владелец Калины, при виде нашей камеры, предпочел скрыться. По словам женщины-водителя, виной всему ее невнимательность. К новой машине она прибегнуть еще не успела и в какой-то момент просто растерялась. По словам девушки, ее машина совсем новая, куплена пять дней назад, а вот полной страховки еще нет. Полис ОСАГО, разумеется, покроет ущерб владельцу Калины, а ремонт иномарки супругам предстоит делать за свой счет. С поличным удалось задержать группу молодых людей, которые совершили кражу из автомобиля, оставленного на парковке одного из торговых центров. Благодаря грамотным действиям оперативника, злоумышленников удалось зафиксировать на видео. При обыске машины подсудимых были найдены и похищенные вещи, и орудия совершения преступления. Полицейские полагают, что эта кража в преступной карьере задержанных уже не первая. Вот только поймать воришек за руку до сих пор никак не удавалось. Повезло, что сегодня хозяин ограбленной машины вовремя обратился в полицию. На месте преступления были задержаны трое молодых людей. Отпираться в такой ситуации было бессмысленно. Похищенные нашли в машине одного из них. Как давно молодые люди зарабатывают себя на жизнь кражами из машин еще предстоит. Выяснять, бесспорно работали профессионально. Во время обыска оперативники нашли у них электронный сканер для взлома замков. На месте совершения преступления была задержана группа из троих мужчин, которые передвигались на автомашину в ВАЗ. Предварительно машина была припаркована в возле машины по утепешке недалеко на несколько метров, 5 метров предварительно. И также в ходе осмотра на месте же была осмотрена данная машина, где была изъята похищенная вещь, а именно насос и сканер, который, вероятно всего, преступники использовали в качестве оружия совершения преступления. Сейчас все трое задержаны находятся в отделе полиции. Оперативники проверяют их причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города. Операцию по задержанию так называемых скиммеров успешно провели сотрудники полиции в набережных Челнах. Скимминговое оборудование – это монтируемое на банкомат устройство, с помощью которого злоумышленники считывали с магнитной ленты пластиковые карты. посетителей банков всю информацию, в том числе и пин-коды, после чего данные наносились на поддельные карты и уже при их помощи мошенники снимали деньги с чужих карт. Работали скиммеры не только в набережных Челнах, но и в Казани, и в Нижнекамске. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. МВД по республике Торстан советует всем гражданам соблюдать несколько простых правил. Не хранить пин-код вместе с картой, не писать его на самой карте, не сообщать его третьим лицам, а при наборе пин-кода обязательно прикрывать клавиатуру рукой. Видео инцидента, который возмутил до глубины души, прислал житель Казани Руслан Нурулин. Водитель автобуса 54-го маршрута не пропустил скорую помощь с включенными проблесковыми маячками. Произошло это в среду 11 сентября на перекрестке улиц Чуйкова и Амерхана в районе 4 часов дня. Фельдшеру скорой помощи даже пришлось выйти и попросить водителя автобуса уступить им дорогу. Снятые кадры мы передали в ГАИ. Если и вы сняли интересное видео, звоните 248-0202 или пишите на электронную почту. Новые коллекции «Осень-зима-2013» уже ждут тебя в торгово-развлекательном центре «Франк». Спеши меняться вместе с нами. «Фучик-90». Остановка «Чишмеле». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отделом полиции Васильева разыскивается 35-летний Ахметов Альберт Зуфарович. 6 сентября мужчина уехал на охоту в сторону поселка Займища и до настоящего времени не вернулся. Мужчина был одет в костюм защитного цвета, теплую куртку желто-коричневого цвета, на ногах зеленые болотные сапоги. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по указанным телефонам. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Ламур проводит осеннюю распродажу кожаных курток. Только с 7 сентября все куртки от 5 тысяч рублей. Ламур ТРЦ Южный. Эфир продолжит тема Сергея Шерстнева и его знаменитый гость. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Без преувеличения звезда неврологии, академик, заслуженный деятель наук России, профессор Александр Анисинович Скромец. Сегодня у нас в гостях свои вопросы. Вы можете задать ему прямо сейчас. Не переключайтесь. Продолжение следует...